Криминальная хроника. Задержан лжетеррорист. Им оказался 28-летний житель города. Накануне он позвонил в полицию и сообщил, что в здании филиала банка Коском заложена бомба. Прибывшие на место спецслужбы никаких взрывных устройств не обнаружили. В момент, когда неизвестный позвонил на пульт 102, в здании Коскомерцбанка находилось около 100 человек. Все они за несколько минут были эвакуированы после приезда спецслужб. Также были вынуждены покинуть свои теплые квартиры около 75 человек из близлежащих домов. Район был полностью оцеплен. Спецподразделения ДВД и департамента КНБ детально обследовали здание банка и территорию вокруг с помощью специального оборудования и служебно-розыскных собак. Поиски лились около трех часов. Никакой бомбы и других подозрительных предметов обнаружено не было. При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель города Козлорды 1989 года рождения. В данный момент подозреваемый пьяно признают полностью. Водворен ВВС за статью 273 предусматривает до шести лет лишения свободы. К сожалению, сегодня телефоном терроризмом никого не удивишь. Звонят, как правило, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Закон карает жестко. И за заведомо ложные сообщения об акте терроризма следует реальное наказание. Чингис Валиханула, Аханалиев, Досхансатпай, телеканал Козлорда.